Вьетнам – отличное место для отдыха. Подойдет семье и самостоятельному путешественнику. Отдых в этой стране запоминающийся. Главный вопрос туриста – как добраться и что можно с собой взять при выезде. Расположение весьма удобное, с севера на юг, омывает страну Южно-Китайское море. За 1 доллар можно купить 22 927 вьетнамских донга. Если вылететь с 50 долин. В кармане, отдых будет весьма интересным. Визу можно не оформлять, если ехать на 15 дней. Оформлять нужно в том случае, если в течение 30 дней после выезда турист планирует обратный перелет. Получить ее можно в посольстве или же по прилету. Напрямую такой маршрут возможен. Цена зависит от сезона и праздников. Самые недорогие месяцы – октябрь, ноябрь и декабрь. Около 30 тысяч рублей звездочка обойдется билет в обе стороны в этот период года, даже в эконом-классе. Несколько компаний предлагают такие поездки – Вьетнам Аэрлайнс, Аэрофлот и Эмирейтс. Самолет садится в Хошимине через 9 часов 35 минут после вылета, точка вылета – Москва. Сам полет длится 9 часов, все остальное – взлет, посадка, маневры. Важно, плохая погода может задержать авиарейс на 30 минут, 1 час. Всего во Вьетнаме около 20 аэропортов, самые популярные – Ханы, Хошимин, Фукуок, Камрань, Дананг. Вьетнамские авиалинии предлагают дешевый стыковочный вариант. Например, из Москвы до Хошимина можно добраться с пересадкой в УАЭ. Такие рейсы предлагает авиакомпания Этихат, но придется около четвертых часов потерять на перелетах, зато можно сэкономить несколько тысяч. Совет – если путешествие недолгое, лучше взять сразу билет в оба конца. Все равно покупка одного на 70% состоит из двух билетов. Двое заплатят за них еще меньше. Из Москвы, до Мадедова, до Дананги прямых рейсов нет. Придется лететь с пересадками через Индию или Китай. Лайфхаков много – оформление ваучера. Некоторые авиакомпании предоставляют скидочные купоны на билеты, резервировать место заранее или, наоборот, перед самым вылетом самолета. Все они весьма комфортабельные. В бизнес-залах имеется Wi-Fi-сеть. На дьюти-фри лучше не надеяться товары невысокого качества по завышенной цене. Основная особенность полета – стюардессы одеты в национальные костюмы. Хошимин – не зря один из популярных аэропортов страны. Он находится недалеко от всех морских курортов и разделен на четыре уровня. Автобусов в город много – есть отели и торговые центры. Ханай – стилизован под пагоду. Внутри есть небольшой капсульный отель – недорогой. Курорты далековато, вылетать придется внутренним рейсом. Прямые рейсы тура есть в три аэропорта – Ханай, Камрань и Хошимин. Все они доступны из Шереметьево. Остальные принимают с пересадками. К примеру, многие туристы используют хитрость – прилетают Ханай и после Хошимин. В стоимость билета эти трансферы входят. Путешествия по стране становятся доступнее, если воспользоваться возможностью прилета и вылета из разных городов. Обратите внимание. Прямые рейсы во Вьетнам не всегда стоят дорого, распродажи помогут найти дешевый авиаперелет. В истории продаж были даже билеты по 20-30 долларов. Прямые рейсы во Вьетнам из Москвы – не единственная возможность путешествия. Можно брать билеты с пересадками. Зачастую они намного дешевле, чем прямые. Иная возможность – чартер во Вьетнам. От регулярного он отличается большим количеством мест и внезапным появлением на страницах турфирм. После перелета во Вьетнам туристов принимают 10 международных аэропортов. Не стоит забывать, что билеты на чартер не подлежат обмену или возврату. За день до вылета нужно уточнять, будет ли чартерный рейс в указанное время. И перед отъездом сформировать багаж, визу, если нужна, и сделать все необходимые прививки. Авиакомпания зачастую об этом не беспокоится. Бали – перелет из Москвы. Нельзя сказать, что таможня Вьетнама чем-то отличается от других. Но нарушение правил ввоза, вывоза имущества строго карается законом. Важно! Найденные наркотические вещества – прямая дорога к казни. В самолеты можно перевозить иностранную валюту, сумму выше 3000 долларов США нужно задекларировать. Ввоз 500 грамм табака не запрещается, 400 сигарет, чай, кофе 5 килограмм и 3 килограмма соответственно, парфюмерия, в любом количестве, личные вещи, технику, ее стоит включить в декларацию. Следует знать. Ввозить запрещено оружие, наркотики, порноматериалы и оскорбительные данные про Вьетнам. Вывозить из страны запрещается, донги. Все имеющиеся деньги необходимо поменять перед вылетом, антиквариат, или любые произведения искусства, ювелирные изделия, народное творчество. У любого туриста может возникнуть резонный вопрос, как везти фрукты из Вьетнама в самолеты. Провозить можно все, кроме арбуза, дуриана и кокоса, даже в багаже. Арбуз может испачкать салон. Кокос обладает толстой кожурой, ее невозможно просветить аппаратом и внутри легко помещается запрещенный товар. Дуриан обладает резким и сильным запахом. Любое нарушение целостности кожуры приводит к печальным последствиям. Для перевозки фруктов нужно купить в супермаркете специальные корзины. Они стоят недорого и их можно перевозить в ручной клади. Кроме этого не помешает дополнительный фиксатор, чтобы содержимое не выпало во время перелета. Любители собирать ракушки могут порадоваться, небольшое количество можно провозить в багаже. Алкоголь брать с собой домой из Вьетнама можно, но не больше третьих бутылок на человека. Упаковываются они в багаж, пузырь оборачивается специальной пленкой и бумагой, можно использовать ткань. Какой именно алкоголь, неважно. Животных ввозить можно, но определенные требования распространяются и на них. За сутки до вылета забронировать место для питомца, указать вид животного, иметь карантинный сертификат. Справка об уколе от бешенства должна быть обязательно, приготовить загранпаспорт для любимца. Важно, прибыть во вьетнамский аэропорт рекомендовано не позже, чем за час перед вылетом. Этого времени хватит на прохождение таможенного контроля, упаковки багажа и проверки документов. Все достопримечательности лучше отметить на карте заранее. В качестве средства передвижения в стране используют автобусы, они проезжают недолгий путь до города. Расписание можно посмотреть на табло в холле аэровокзала. Климат там разнообразный, так что на побережье можно встретить все и пальмы с песком, и непроходимые джунгли. Приветливый Вьетнам всегда оставляет ностальгию в сердце, она заставляет возвращаться туда снова и снова, сколько раз бы там не был. Звездочка цены актуальны на июль 2018 года.